Всем привет! Сегодня я расскажу вам историю, основанную на реальных событиях. Ну что же, если вы готовы, давайте начинать. Так вот, есть завод, который производит краску. И однажды директор этого завода Михаил Иванович. Михаил Иванович? Да ладно? Да-да, Михаил Иванович. Ну хорошо, допустим. Ну так вот, однажды он смотрел отчет по продажам краски и увидел, что по всей стране они продают краску со своего завода. А вот в Смоленской области продажа их краски, ну вообще никак не идет. И тогда решил он с этим вопросом разобраться и вызвал к себе менеджера. Значит так, давай езжай в Смоленск и узнай там, что и как с нашей краской. Вернулся менеджер через пару дней и говорит, Смоленск хороший город, интересный, и рынок там есть, и краску там покупают. Но нашей краски там нет. Конкуренты наши есть и краску свою продают. А вот нашей краски там нет. Вот такие дела в Смоленске. Задумался директор. А через какое-то время Михаил Иванович снова получает отчет по продажам краски. И видит, что опять в Смоленской области их краска, ну никак не продается. Тогда директор решил уже вызвать другого менеджера, чтобы отправить его в Смоленск. Значит так, сгоняй в Смоленск и узнай, почему не продается там наш краск. Хорошо, ответил менеджер. И вернулся через два дня с информацией. Краск там наша не продается потому, что нет нашего представителя. Не заключены договоры, нет рекламы, да и склада нет. Расстроился директор. А потом решил вызвать третьего менеджера. Значит так, Олег, надо съездить в Смоленск и узнать, что там нужно сделать, чтобы наша краска там продавалась. Все верно, езжай. Вернулся Олег через два дня и говорит, чтобы краска продавалась, нам в Смоленске нужен склад. И представитель торговый. Ну и рекламу сделать. В общем, сказал все то же самое, что и второй менеджер. И в этот момент до Михаила Ивановича дошло, что он делал неправильно. И вызвал он уже четвертого менеджера. В общем, Гена, езжай в Смоленск и продай там два вагона краски. Хорошо. И съездил Гена в Смоленск и продал там два вагона краски. Мораль. Если ты предприниматель, у которого есть подчиненные, то от того, как ты будешь формулировать задачу, всегда будет зависеть то, какой результат ты получишь. Формулируйте задачу предельно конкретно, чтобы получить тот конечный результат, которого вы хотите добиться. Ну что же, пожалуй, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш канал Справочное бюро предпринимателя. И нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Ну что же, увидимся.